Пики сильно уже отличаются от того, что было до этого С другой стороны, Веншфол Спирит с Лордар, Лишрак и Вайпер Я очень надеюсь, что это Винга с саппорта, а не кэри Нужен, по идее, какой-то оффлейнер По логике, Лишрак должен идти в легкую линию Вайпер в мидл И кто-то в сложную, ну либо дабла какая-то с Вайпером в сложную Лишрак в мид и кто-то в легкую, ну что-то подобное должно быть То есть Лордар, Винга это саппорты, например Приличный получается, таким образом, физический урон За счет большого количества минус армора и магии В принципе, благодаря одному Лишраку достаточно Но кто может быть персонажем, который возьмется последним Бруду, кстати, забанили в Сиренити Ну и Бруда только что вынесла вперед ногами Бан абсолютно логичный И вы снова пикаете Вайпер У вас снова не так много героев против этой Бруды Такой бан объясним И берут Виномансер себе и Хом Мне нравится их пик, честно вам скажу В какой-то степени Беги дота Расчет на то, что с Баунтьхантером получится Зарабатывать большое количество денег Расчет на то, что ОД разгонится Благодаря этому Виномансер тоже необходимые слоты получит Ну и, в принципе, пуш потенциал Благодаря Лиш этому герою уже неплохой Плюс есть абонон со своей пассивкой Плюс мана у команды заканчиваться не будет В общем, такой хороший сбалансированный пик Опять же, магического урона достаточно Вот это Марбами будет бить Для баланса И нужно как-то отвечать ОЕ очень мало у Сиренити в данный момент Нужен кто-то еще И кто это будет, узнаем В течение следующих 20 секунд Пора делать выбор Этот выбор пал на Манки Кинга Тогда Нужно думать, каким образом будут расположены линии Ну, номинально К Синкью Оффлейнер А ЖЖЖ ведь кэри команды То есть это Винга Кор Саппорт Лишрак Я так понимаю К СиДжи Вообще Пятерка в команде И Может быть, конечно, поменяются Либо переделают Как-то Сыграют не на привычных ролях Но пока вот так В легкую винга Оффлейн Манки Кинг И Медовый Вайпер Пока все похоже именно на это В любом случае Герои уже взяты Мы же ждем Старта Третьей решающей карты Следующий матч Который пройдет на этом канале Это встреча между ЛФА и ЦДЕК И там, пожалуй, ЛФА сейчас Будут фаворитами ЦДЕК Давно не те Я думаю Даже те, кто следят За китайской Дотой И всех никнеймах Там не знают Для меня там тоже Парочка имен Будут новыми Надо как-нибудь Последить за Китаем В большом количестве Реально смотрел Его очень мало За последнее время Америки, Европы, СНГ Понятное дело Китая как-то Не достает В моей жизни Там дальше Спецы Меня заменят После следующей серии Будут ли Эксофорс Комментировать Четверть финала Манки Кинг Пока идет легкую Вайпер в мид Здесь Лешак закупился Как саппорт И жи-жи-жи Да, это кэри Ревенш Фул Спирит Ну что ж Тема интереснее Абадон По идее Может потерпеть Хотя Какая-то Дабла Даже с двумя станами Гонять его Могут Но на то он и Абадон Что он должен Исключительно Терпеть И Получать Довольно Мало В самом начале Потом Естественно Вернуться сумеет Баунти Хантер В инвизе Есть в центре Но просто так Его тратить не хочется Да и не факт Что успеете убить Пока БХ находится В радиусе Поэтому Он прям перед лицом Не постеснялся Использовать инвиз Продолжает В качестве Разведчика Работать Примерно так же Как и Манки Кинг Так Подвергнули Взяли команду И здесь нападение На Манки Кинга Вы знаете Ну убить не убить Хотя Убить ведь можно Рядом же есть Фейт Бьян Он поднимает Манки Кинга Эт ФБ Эт ФБ На номинальном Оффлейнере Команда Сиренити Олд Чикен Его забирает И 1-0 Их вам повели Вайпер Против Деваурера В миде Но здесь оба Должны пойти и фармить Рубик пока Будет помогать Виновансеру Для Виновансера Такая линия Довольно благоприятна Но вот он решил Поменяться И Посчитали Что лучше Пусть стоит Против Манки Кинга Наверное Против Манки Кинга Этот герой Тоже один на один Стоит способен Но здесь есть HYM Со своей пассивкой Бесконечное Какое-то замедление Там МС Меньше двух сотен И у Ксин Кью Огромные проблемы Его руками здесь Могут добить Последняя тычка Нужна Да 2-0 2-0 2-0 Вторая смерть Ксин Кью Очень все Просто Жжи-жи-жи Летит вниз Стоять против Веника Но значит Манки Кинга Пойдет на верхнюю линию Пока же там Добивает крипов Лешрак Замечательно Два саппорта Стоят себе Получает Икспул Зарабатывает деньги Всегда бы так Как там Не стал Джинаду брать С Джинадой бы тоже убили Да там Вообще Без Джинады бы убили 3-0 И Хом снова Начинают Очень здорово По крайней мере По киллам По Количеству Добитых крипов Там есть конечно Отставание Манки Кинга Вообще Одного оставили И Чуа Эм Не смог Помешать Лешраку Взять руну Возвращается На сложную От Против Манки Кинга Абадону Стоять неприятно 1 на 1 Манки Кинга Здесь может Много вынести А сам Абадон Напротив Будет страдать Вот я просто пошел С первых Уровней Напрягать Вайпера Арбой Пассивка в 2 Вкач На Вайперу Реально довольно больно Регена при этом Немного Там Фласка уже побежала В Курьере А это даже не Фласка Это Базила плюс Манга И Курьер Не уж Вот так просто Банально Ну да Легкий Курьер Для Баунти Хантера Спасибо Он должен сказать За то что его повели Именно таким образом Обычно стараются Как-то обойти Либо так Либо так Не важно ХВМ Получает стан Манки Кинг Продолжает погоню Есть также замедление ХВМ до сих пор живет У него есть фласка У него есть танго Ему конечно Эту фласку сбивают И замедление Очередное пошло Но передвигается Достаточно быстро Пытается жить до последнего Манки Кинг правда прыгает дальше Очередное замедление И щит Не спас Здесь Абадона Первый фраг для Сиренити Произошел 3-1 3 топ Крипстата За Дайер Несмотря на Больше Количество Смертей И у Вайпера Это дела Чуть получше Чем у ОД ОД Там напрягает Самого Вайпера На крипов Почему-то подзабил Немного Вайпер Аж 9 Сумел заденать У него есть уже Аквила Оба Четвертого левела У Вайпера Эксп даже побольше На полуровня Вайпера Вайпера Она осталась одна Рубик Понятное дело Должен цеплять Рубик Фейт Бьян Рубик Такой вот путь выбирает Ну и Винга здесь Естественно должна погибнуть Стан еще откидывается Перед смертью Как Бол Чикен Теперь не пострадал Вот слишком затянули Вот с этим телекинезом За счет чего Виномайнсер тоже Может здесь отъехать Благо Гель новый появился И он задел Сразу двух героев А значит Размены не получилось Счет Просто 4-1 Регена Немного Виномайнсера Что в миди выход На Вайпера Да Судя по всему Рядом Маунтихантер Есть у него Тос Уже его бросил И ОД пытается расстреливать А Вайпер тем временем Получил что Левел как бы он Двоих здесь не оставил Одного и второго Красавчик Вот просто лучший Один сгорел Второй сгорел Тычку нанести Не сумели Две вернее И вот 4-4 Благодаря вот такой Классной игре Вайпера Не испугался Дрался до последнего Не постеснялся Ультимейт выбросить Их он Я думаю Расстроились Абсолютно Недовольны Сейчас результатом Своего ганга Ксин Кью А чем убивать Рубик не успевает Или успевает Да успевает Рубик Ну теперь втроем Нужно пытаться До последнего Здесь Оформлять Ксина Последние Последние пару ударов Осталось нанести Баунти Хантер Немного не в ту сторону Пошел И уходит Таким Манки Кинг Очередной ганг Проваливается У Радиант Ну а Вайпер Теперь укрепляет Своё преимущество Уже Не боится Кидать ультимейты Просто так Мана в принципе Регенится Взял себе фласку В смысле Гларите Потихонечку Отрывается От своего оппонента По всем показателям Ну и снова на него Нападение Но в этот раз Уже шансов выжить не будет Слишком много героев В этот раз фуловые были все И не под вышкой Дело происходило И 5-4 Становится счет После этого убийства Алчикин Понятное дело На шестом левеле Ультимейт не качает Он не скоро В драку вступать будет Он просто Толкает постоянно линию Он просто Уверенно фармит Старается добивать Всех крипов В данный момент И вот уже 28 добил Да, это не первый результат Но при этом Дела идут довольно хорошо К Син-Кью Там в этот момент Первую строчку занимает На него нападали Его поднимают На телекинез И не получается Последний удар Нанести его только сейчас ХВМ Смогут ли здесь Два саппорта с ним справиться Щит до сих пор работает Больше щита не будет Там пассивка вообще В 3 в кач На щит только в двойку ЖЖЖ Несмотря на то, что Против веника Его вардов стоит Тоже чувствует себя Вполне уверенно И варды периодически Фармит И вот 6 уровень Уже получил Будет покупать себе Доминатор Ну на винге Доминатор нормально Абсолютно смотрится И свапает просто Улчикина под вышку И вышка здесь много урона Может ему нанести Улчикин без ультимейта Поэтому Будет жить только благодаря Стикам Но ЖЖЖ был крайне близок Потому что Фраг этот оформить Вообще в одиночку И снова на топе файт И снова нападение на Ксин-Кью И в этот раз Он снова может не вышить Правда он перед этим Убивает героя А теперь остается Всего лишь Рубик Ну да Понятное дело За спиной Там где-то ХВМ И Ксин-Кью Таки погибает Ну разобрались-то Вдвоем неплохо Убили героя Пожалуй включаю Нетфорсы Чтобы увидеть Что там целых 6 героев Идут В диапазоне Пяти сотен И Рубик И Рубик Даже от них Не сильно Отстает 7-5 Ну вот это Пожалуй Самая ровная карта Из тех Что мы видели Наконец-то Интрига появилась Только два Саппорта Зашли очень далеко Моментально Два телепорта И погоня Началась За Фейтбьяном Которого есть Телекинез Он может выиграть Время Если что Но даже этого Делать не потребовалось Лордар Перестал Бежать вперед А Вайпер Соло Тем временем Просто напал На Веномансера Убил его И тоже может Расслабиться Тоже будет Доминатор у него Вайпер Сейчас первый По Нетфорсу Его команда Теряет Т1 Сверху Вайпер Десятый левел Взял себе талант На Спел Вампирик Лишакой уровень Это не сильно нужен Он просто С базовых обилок Уже может стать Очень полезным Ультимейт Не важен Это не Дисраптор Это не Баунти Хантер Какой-нибудь Что у БХ по XP У БХ четвертый левел И книгу он себе приобрел Чем быстрее Тем лучше Потому что Благодаря БХ Можно Хорошо так Закрепиться По экономике Очень далеко Сейчас заходят За Т1 вышку Для убийства Этого Абадона Да его убивают И убьют еще и Рубика Здесь Там тут получают Это Даблкил для XenQ Хороший получился Выход Там помочь Даже в теории Никто не мог Виномансер Вряд ли У тебя телепорт был Виномансер получает Восьмой левел Будет покупать себе Вейлу в Дискорд Вайперы там 15 вардов бьют Просто стоит их И фарм Вот они ему за Секунд 15 Нанесли Не знаю 50 единиц урона Наверное Если не меньше С учетом Уоригена Довольно большого Плюс Стики есть Плюс С них можно Восстанавливать Здоровье Так На XenQ Нападает БХ Но это так Какие тут были Вообще варианты Для убийства Да никаких 7-8 До сих пор 6 героев Где-то рядышком Абадон Чуть-чуть там Проседает Уступает 1000 вайперов Вайперов Вообще Все уступают Приятно видеть Вайпера Когда он Не где-то на дне Болтается Действительно Приносит пользу Команде Он свою линию Безоговорочно выиграл Уже 3 убийства Одна смерть Но это смерть Когда на него Нападало Несколько человек Когда у него Не было возможности Никаких выжить Счет 7-8 Так Здесь Слардар Нашли Абадон Ну как-то Испугались Его Побежали Просто Чтобы убить Наверное Рубика Иксиджи Здесь Это минус Рубик Еще и крипает Понимаю Там из доминатора Зафармили Ну и можно Попробовать Сломать Т1 Потенциал И конечно И конечно Уже Уже набрали Все Коров Достаточно Нападает Нападает Этого героя Отступают 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 Сиренити Не идут Слишком далеко Синкью Жадо Гораздо Гораздо Выгоднее Чем Сиренити Сиренити Постоянно Будут бояться Подобно Вот сейчас Очередная попытка Напасть на Слардара Манки Кинг Прыгает в эпицентр Драки И продолжает Свою погоню За Рубиком Фэйбьян Бежит Как только может Но пострадать Здесь вообще Должен Баунтихантер Минус БХ За его убийство Получает Минет Трех сотен Голды У Д Снова Сверху Где-то Я это Уже Видел У Вайпера Будет Алибарда Судя по всему Против того же ОД Так Снизу снова Файт Нападение На Лешака Лешака Очень быстро Убили Использует Олд Чикен Ультимейт Но сбить Телепорт Было Больше нечего Это лишь Один фраг Плюс Это всего лишь Саппорт Пятой позиции Самый бедный На карте И вы Потратили Пой за новую Этим пользуются Средники Заходят на Рошана Прямо сейчас Знают прекрасно Ихом Где находятся Их соперники И будут Стараться Мешать Обязательно Будут стараться ОД уже бежит Веномальсер прилетел И все пять героев В строю Для того чтобы Напасть БХ вишает трек Ну и Рошан Полубитый Вы сами Начали его убить Вы не хотите Отсюда отступать Вы хотите Что-то придумать Но это уже Не так выгодно Побогаче Сейчас намного Ихом уже Слардар Отдает Рубику Спринт Это просто Возможность Синициировать Более хорошая Сто у Слардара Есть уже Блинк Даггер У Рубика Такой штуки Еще пока нет Но будет Тоже Довольно скоро 11 11 Я прям попросил Чтобы команды Дали равную игру Примерно Это сейчас И получается У них показать Ни у кого нет Преимущества Ну оно есть По деньгам В 4000 Но оно территориально Небольшое Если оно есть Вообще Эти 4000 3000 Сделались Благодаря Маунтихантеру По другому Далеко не факт Что Ихом бы Вышли вперед И БХА опять Показывает Кто где находится Слардар Позиции Знают прекрасно Где он И нападать На себя Не позволят Ихом В этот раз Абадон Сверху Но постоянно Кто-то Верхнюю линию Толкает А там уже нет При этом Т2 вышки И это Абадон Вот его билд Мне очень импонирует Это Абадон через Радианс Это Абадон Который сам будет Зарабатывать Огромное количество Денег И действительно Экономика У Ихом Страдать Никогда не будет Им нужно Настолько Сильно Проигрывать Карту Чтобы теперь Сиренити Вышли вперед Но ведь Нет никаких Предпосылок Что там ОД ОД есть Хрикен Пайк Тоже будет Брать себе Блинк 15 уровень Взял себе Правый талант На мовспид Стандартный Абсолютно Билд Пока что Манки Кинга Не будет Шедоу Блейда Он будет брать Себе Баттл Фьюри Ну что Тем лучше Учитывая Экономическую Ситуацию Нападает Кстати На манки Кинга Будет ли Помощь Помощь Бежит В виде ЧВМ Но Помощь Даже не Потребовалась Есть уже Райденс И возможно Попытаются Как-то Ответить Бежит сюда Винга Бежит Виномайнсер Но они вдвоем Не способны Что-то сделать Даже Втроем С Лишраком Здесь еще И Баунти Хантер Появился У Виномайнсера Есть Нет Ультимейта Я прошу прощения Эксиджи Эксиджей В смысле Нападают На него Очень быстро Убивают Шрайн Здесь используют Дайр Фейбьян Есть Телекинез Также Проблемы У ЖЖ могут возникнуть Драка Как-то на Два фронта Разделилась Огромную Проблему С Лордар И он уже Погиб Здесь нападение На Вайпера Вайпер Тоже пытается Со слотами С уроном И Это Минус 4 И сразу же График Взлетает До 7000 Вот это Уже Неприятно Это ведь еще Запас вышек Какой огромный У Ихоум Вот они забирают Т1 в миде Могут пойти На самом деле На Т2 Пока там не будет Вайпера 20 секунд Сиренти Нет даже смысла За эту вышку Сражаться Ну что Ихоум Пора брать серию Первую за месяц 22 марта Выиграли Сейчас 22 апреля Одну выиграют И еще на месяцок Афк Мне кажется Вариант неплохой Да нет Шучу Конечно Там дальше Матч Случай победы Против Инвиктос Гейминг Но об этом позже Потому что Ходит Слардар Понятное дело Урона Достаточно Уже пол хп потерял Мангкикинг Используют Ультимейт Неплохо Но падает Вся его команда Урона он наносит Крайне мало Это минус 4 В исполнении Ихоум И часть фрагов Фрагов Была под треками Преимущество До 10 тысяч Взлетает Три трека Успел Баунтихантер Повесить 2 тысячи Зарабатывают Сами 860 голды Теряют Сиренити И плюс Теряют Т1 Вышку Ой как Все плохо У Сиренити Как же здорово Они провели Первую карту Сколько же Классно У них там Был драфт Но здесь Опять что-то Непонятно Эти лишраки Пятерки Эти мангкикинги Оффлейнеры Это Винга Кэрри Для чего Она берется Неужели Кургероев Так мало Ладно бы Там еще Какие-то Ауры Были Я не знаю Ну вот Как многие Любят играть С Вингой С Абадоном Вместе При этом В миде Кто-то Должен быть Запасной Кто Эту Вингу Если что Вытянет А здесь Просто Ничего Кроме Того Что есть Там Пара возможностей Армор Снизить До Ультимейт Манкикинга Вайпер Тоже Несмотря на Отличнейший Старт В данный момент Не способен Как-то себя В драке Проявить БКБ Нет Погибает Урона Не наносит Потому что Погибает Соответственно Герой Тоже Пока Бесполезен Ну а Ихом Выходит на Рошана Убивают Сейчас его Наверняка УД заберет Себя Игис Или Чикен Или УД УД Должен По логике Так и есть Ну и дальше Осталось Снести Последние Две Внешние Вышки С таким То преимуществом Это не будет Большой проблемой Здесь уже Почти Сломано Там еще Фуловая Ладно На самом деле Можно и на Хайграунд Пытаться Заходить Уже Манкикинга Ладно Ультимейт Будет Скоро Баттлфьюри Яша На выживаемость Ничего ХП 1200 Фидомансер Судетом Уничтожат Вдвоем Пол вражеской Команды Ну и Абадон Конечно Про него Нельзя Забывать Солар Крест Доминатор Радианс Фейзы И Тысяча Голды Сверху Почти 13 тысяч Его Нетфорс Насколько Он мощный Сейчас Даже Не знаю У него Скоро Третий Ульт Будет При этом Ихом Продолжают Играть Осторожно Не форсировать События Их устраивает Происходящее Пусть Сиренти Думают Как Отбиваться Вообще В такой Ситуации Им Тяжело Вот Сейчас Вроде Как Сами Пошли Но Могут Потерять Здесь Если Не Всех То Пару Героев Уж Точно XTJ Погибает Дальше Прыгает Виноматер Использует Ультимейт Погоня Продолжится Ли Да Погоня Продолжается Очередной Трек По Вайперу Вайпер Прячется В инвиз Есть Уже Рядом Рубик Вайпер Погибнет Это Минус 2 Жи И 14 Тысяч Ну Вот Как-то Так Это Происходит Только Необходимую Критическую Массу Набрали Ихом И Пошли Графики Конечно Менялись Крайне Резко Еще И нашли Слардара Убили Его Я не Заметил Был ли он Под треком Нет Он был Без трека Тот Старый Уже Закончился Понятное Дело Улетает Синкью Знает Что сбить телепорт Нечем А вот сейчас Сбили Что Минус 4 подряд В разных частях Карт Нападение Еще и на Вингу Но Дэбл Далековато Не успели С ней быстро Справиться Нужна команда Для того Чтобы пушить Нужен веник Я понимаю Что вот эти фраги Это здорово Это 19 тысяч Перевеса Вот два Таких Щелчка Вверх Раз Два И Ни одного Действия Со стороны Сиренити Начиная Наверное С 22 минуты Просто Не сделали Ребята Ничего Не снесли Ни вышку Не убили Ни одного героя Просто Ноль Полезных Действий Ну и Хом тут Должны Выигрывать Цепляют Вингу Абадон Уже рядом Абадона Не остановить Минус ЖЖЖ XCJ Тоже Погибнет Абадон Его просто Уничтожит Сам Ну или ОД Там уже Не важно Слардар Так же Может пострадать Телекинеза Пока не было Зато был Трек Был Тос До сих пор Бежит Слардар Но здесь Виномансер Выходит на Перехват Это Очередные Деньги Под треком Очень больно ОД ОД есть Аегис Поэтому бояться Не стоит И команда В отсутствии Трех Вражеских Героев Начинает Ломать Т3 вышку С БХ Конечно Колоссальное Становится Преимущество 23 уже Тысячи И это Похоже На конец После Следующей Буквально Драки При этом Все есть Для того Чтобы Эту драку Провести Успешно Минус Верхняя Центральная сторона Сейчас пошли На верхнюю Ультует Виноватиться Чтобы убить XenQ XenQ Минус Нападение Также на Вайпер Но сдаваться Пора Байбеков Нет 4 в 1 4 в 0 5 в 0 Все по трекам Сдается 29 тысяч Прекрасная игра В последние 10 минутки От E-Home Еще где-то здесь Преимущество было В районе 4-5 тысяч Затем Сиренити Так и не успели Сделать Ничего И Имея 30 тысяч Так и завершили Игру E-Home Поздравляю их С выходом В следующий раунд Где они встретятся С Invictus Gaming А мы уходим На паузу После которой Будем ждать Начала Второго Противостояния Я напомню Что Следующей Игрой Будет встреча Между LGD4VYANG И ZD Gaming Как только команды Будут готовы Мы обязательно начнем Ну по расписанию Игра должна Стартовать Через 20 минут Может быть Начнут пораньше Пока музыкальная пауза Комментирует для вас Морталис Далеко не расходитесь Противостояния Комментирует для вас